привет друзья давно у меня на канале не было салатиков снова с вами станислав на канале шустребу сегодня готовим очень интересный вкусный салат готовится он конечно на улице но я сегодня его покажу как я его готовлю в доме но конечно на улице получается намного вкуснее так что если у вас есть возможность выехать на дачу и приготовить его например в казане это будет вообще бомба но мы начинаем готовить ну что поехали первую очередь разберемся с баклажанчиком отрезаем корешок разрезаем пополам и еще разок и нарезаем вот на такие треугольники не очень мелко но все-таки готовим интересный вкусный салат а он должен у нас выглядеть яркой красочный красиво красиво выглядит когда нарезано крупно мне так кажется если вам не нравится слишком крупно нарезайте помельче при жарке баклажанчик усохнет поэтому нужно тоже учитывать что эти кусочки станут намного меньше теперь нам понадобится два ярких красивых перца паприки все теперь нарезаем перчик крупно вот на такие вот можно сказать огромные прям куски перешел черед на лука лук не один красный один простой репчатый разрезаем вот так вот мельче резать не нужно все у нас нарезается крупно так я беру один средний лук синий и возьму пол луковицы репчатого все с луком мы закончили это у нас уходит в сторону чеснок нарезаем мелко еще немного измельчим этот салат готовится максимально быстро поэтому готовим все овощи нарезаем их и потом конечно начинаем готовить а теперь быстренько расскажу про баклажаны я их не солю не замачиваю в эту пору они не горчат поэтому смотрите на свое усмотрение если вы привыкли их замачивать в соленой воде или просто представить чтобы уходила лишняя влага делать именно так вам нравится я этого сейчас делать не буду просыпем его хорошо крахмалом картофелем или кукурузным какой есть и дадим впитаться немножко крахмалу и сразу на сковородку будем жарить баклажан добавляю крахмал картофельный у меня хороших две столовые ложки миску обязательно глубокую хорошенечко все перемешать чтобы каждый кусочек хорошенечко покрылся крахмал если нужно добавить добавляем еще немножко крахмала отправил сковородку на плиту отправляю масло примерно 100 миллилитров может 120 обязательно присолим помните да баклажанчики не солил а масло у нас должно быть соленым две хорошие щепотки достаточно все отправляем на жарку первая партия готова забираю в миску уже подготовленную на салфеточку чтобы лишняя масло у нас впиталась в полотенце бумажная чем хорош крахмал он сразу закупоривает не дает лишней влаги уйти с баклажан баклажан остается сочным вкусным на улице конечно это готовится еще намного быстрее в казан наливается большое количество масла и жарится как во фритюре это можно конечно сделать на кухне но я немного заморочусь буду готовить двумя партиями тремя ничего страшного чуть больше времени уйдет в итоге мы получим обалденный вкусный салатик обжариваем сначала шкурочку заметили да что я сначала отправляю и прожариваю саму шкурку баклажанную а потом только поворачиваем баклажанчик масло я вылил в котором жарились наши баклажаны отправляю назад сковородочку добавляю чуть-чуть подсолнечного масла миллилитров 30 как только нагрелось немного масла в первую очередь отправляем чесночок обжарить следом отправляем лук буквально через 30 секунд ах аромат лучок чесночок вкусняшка ровно через одну минуту отправляем перчик болгарский сразу перемешиваем сильно обжаривать не будем я хочу чтобы перец остался хрустящим поэтому думаю минуты трех должно хватить жарим все на среднем огне не на очень большом добавляем чуть-чуть сухого перчика чили также немного сухого молотого имбиря свежемолотого черного перчика и слегка присолим хорошенечко все это перемешиваем быстренько сделаем соус нам понадобится примерно грамм 30 соевого соуса примерно столовую ложку рисового уксуса пол столовой ложки подсолнечного масла примерно пол столовой ложки сахара и хорошенечко это все перемешаем до тех пор пока наш сахар не растворится возвращаем назад баклажанчики и вливаем наш соус хорошенечко перемешиваем ах аромат пошел кисло-сладкий вкуснейший суп и немного нарежем петрушки также крупно не мелко все салатик готов можно набирать и пробовать сразу скажу аромат просто обалденный у меня примерно 3 порции вернее даже 4 украшаем лучком и петрушечкой и добавляем немного кунжутных семечек я за кадром уже конечно попробовал это очень изысканный вкусный салат с такой ноткой кисло-сладкой но реально вот именно очень вкусный хрустящие овощи дают этому салату изысканный вкус друзья обязательно приготовлению вашей половинки такой вот изысканный китайский салат кстати реально в меру острых если вам нравится более острый добавляйте больше острого перчика и вот это получается но прямо реально как китайский салатик баклажанчик конечно очень сочные друзья просто бомбический салат нежирный вкусный и очень витаминный готовьте вместе со мной ну что дорогие друзья если вам понравилось конечно ставим жирный лайк а также подписываемся на колокольчик чтобы не пропускать новых моих рецептов а также подписывайтесь на мою страничку instagram ссылочку оставлю в описании и не забываем делиться этим рецептом с друзьями обязательно дорогие друзья они что же голодные я со всеми вами прощаюсь до следующего видео пока